Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня мы с вами будем покупать настоящую, американскую, трушную дурь. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Ай, просто как я кайфую от этого звука, просто пушка. А ещё я кайфую от этой тачки, которую мы сейчас будем покупать. Просто демоны, отвечаю. 9 лямов? 9 лямов. Ой, не 90. Каких 90? Нет, 90 нет. 9 лямов? Блин, можно было номер купить реально, но я покупаю. Просто пушку. Предложить обмен. Мне кажется, что-то я переплачиваю, потому что он хотел 8,3, потом я сказал 7,8, он такой сказал го. Что-то мне здесь кажется. А, 200 тысяч, как раз 8 лямов уедет. Себя комиссия-то спишет. Давай, удачи. Говорю, ты сегодня в деревне Тревора ездил, да, там возле аэропорта? Да. Ну, час где-то назад, плюс-минус. Не, братан, я только проснулся. Не? Я просто думал, я просто там врезался точно такой же челленджер, чёрный, тонированный, и что-то я захотел его купить. А, ну, это, наверное, пацаны там, кто-то угоняет, у них есть, короче, тоже чёрный даджит. Просто как здесь громко, это капец. Сразу заходим в перенос номеров, да, так, блин, опять вот эти цифры забагались. Так, давайте поставим, я думаю, на Hellcat 008. Хотя ему эти номера как бы не идут. 008-то бы на M8 или R8. Ну, вы поняли, к чему я клоню. Мы поставим пока что на Hellcat. Если не понравится, перевесим. 500 тысяч ушло ещё. Это уже нам 8 с половой он вышел. Поедем сейчас, в принципе, можем слить его. Не знаю, за сколько. Ну, жигу можно слить сейчас в БУ, кстати. Hellcat. Называется, он копил на гелик, но уже гелика у него не будет. Зато у неё есть такая вот пушка. А-008, А-77. Просто чёрный, тонированный Hellcat. Почему Hellcat? Это просто челленджер SRT. Где я здесь Hellcat увидел? Нигде. Ну, так чё ты говоришь? Ну, не знаю. Как вы поняли, я просто сегодня ездил, выполнял задания на бизнесах. Я просто врезался в одного Hellcata чёрного, тонирования, точно такого же. И я такой, блин, хочу. Вот хочу. Мустанг мне тоже очень нравится. Но все говорят, что челленджер у него как бы управляемость, ускорение получше, чем у Мустанга. И то, что Мустанг, возможно, уберут. Но если честно, добавил бы новый Мустанг, а не старый, конечно, старый. Это пушка, согласен, на расширение такой толстый, прям вообще, ай. Немножечко дешевле, там лямов за 6. Сделал немножечко меньше максималку, чем у челленджера. Но сделал бы его кабриолетом, чтобы ты смог отпустить крышу. Потому что кабриолетов на сервере капец, как не хватает. Вот. Цвет я менять... Ну, блин, а есть здесь какие-то винилы? Вот если есть здесь две полоски, то я, наверное, поменяю цвет. Основной цвет кузова. Он мне ещё очень нравится. Ну, в красном он мне был. Как-то она... Смотрю, ещё МТА там с таким красивым винилом, как бы. Красный, ну, да, но нет. Очень мне нравится он в зелёном цвете. Но если были ещё бы чёрные полоски, тогда можно было. А так, почти чёрных деталей нет. И смотрится не очень. Чтобы челленджер был жёлтым. Камарик, да, да, челленджер жёлтый, но такое. Вот такой, кстати, офисенный цвет. Синий, синий тоже прикольный. Белый, белый. Но чёрный, это просто пушка. Он должен быть только чёрным. Просто сразу вспоминается какой-то форсаж, там, где в Индизеле просто чёрный. Вот такой халкет, я не помню. Вроде пятый, там, где он с Брайном разъезжался. Он был на челленджере, а тот был на ГТРе белом. Это просто пушка. Всё, что я хочу изменить, пацаны, это диски. Подсветку мы сейчас выключим, потому что это колхоз. А вот диски сейчас выбрать. Кстати, стоковые, нормальные идут, маслкаровские такие. А вот выбрать на него диски, это будет что-то сложно. Сейчас я чувствую. Ой, нет, 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 нет. Не надо, так, рука дёрнулась случайно, она вездеходная. Диски Квип. Оплатить. Всё, 134 тысячи улетело. Ой, деньги просто направо-налево. Тонировку, вот это всё, как бы. Я уже менять не хочу. Блин, продавался красный халкет, надо было его купить. Чтобы больше контента можно было снять. А то купил опять тачку, почти всю, как мне нравится. Диски поменял, и всё. А реально, он даже в F3 халкет пишется, но не демон. А значки у него демона. Блин, всё-таки на улице смотрятся диски покруче, чем там. Ой, просто пушка, просто пушка. Так, можно только вырубить подсветку? Вот, вот так мне как-то получше. Давайте у нас традиционный саундчек, получается, выхлопа. Давайте немножечко наведём суету. Ну, чё-то отстрелов нет, прям как-то не айс, я бы сказал. Вообще не айс. Первый лица, да, так вот такой американец себе. Здесь нужно снаружи просто смотреть на него, а не с салона. Классический просто панель приборов. Так, а чё-то горит, вот это всё. Да, свет горит, поворотники. Так, по традиции капот и багажник. Так, в багажнике что-то стоит или мне показалось? Нет, там что-то стоит, что-то прикручено, что-то идёт, какие-то мозги, не знаю. Вот, а спереди это всё, да, да. И чисто V8, хеми получается. Чё, пацаны, поиграем этот? Как он, кармеханик симулятор? Не, ну как он стелит, просто ай. А, и кстати, ездит очень бодро, очень бодро. Чё, сколка, 15 тысяч километров пробег. А, где спидометр? А можно мне спидометр вернуть, не? Алло? Куда спидометр пропал, алло? Всё нормально? Собственно, приехали, думаете, что я буду его сливать. Нет, мы сольём сейчас жигу. Чисто купили колёса по цене жиги. Даже жига дешевле будет. Вот, Америка, эти дороги, эти улицы, и едет такой чёрный, тонированный Hellcat. Почему Hellcat? Челленджер, всё, челленджер. Не знаю, я кайфую ещё на таких номерах. Я так и не договорил. Добавил немножко информативности в ролик по этому челленджеру, собственно. Взял его, как вы видели, за 7,8. С комиссии вышло 8. Такой челленджер с салона стоит 8,150. Если продать его в БУ, как вы видели, это 6,112,500. И стоимость ФТ на него составляет 1,803,000, и там ещё 188 рублей. Короче, если брать его с салона, он тебе выйдет просто, ну, в 9,4. А я взял за 8, получается. Вроде офигенная цена, не знаю. Максимальная скорость 295 км в час, объём бака 75 литров. И бензин-то можно сюда залить либо 98, либо 100. Можно сказать, без разницы, потому что он ни на что не влияет. Не так, как в МТА, я там залил лучше бензин, типа, больше максималочка. Здесь такого нет. Но чип здесь стоит очень бешеный, поэтому давайте я вам его, конечно же, покажу. Трансмиссия. Транвозная система, вот. Потом колёсные тяги. Вот, 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 вот. Подвеска. Вот. В принципе, всё. Можете брать себе на здоровье. Мне не жалко. Здесь же была только Е38. Ничего себе. Улетела. Здесь пацаны эрпу ловят. Давайте пранганём его. Теперь можно текать. В принципе, пацаны, там всё. Такой у нас Хеллкет вышел на таком вот красивом номере. Опять Эван просрал бабки. Если вам не жалко, можете мне скинуть денег на сервере, вот. Моник Эван, вы все уже увидели, конечно же, 150 раз. Мне будет очень приятно. Собираю мне на гелик, вот. Поставь лайкос данному видеоролику. Напиши в комментарии, что тебе больше нравится, Хеллкет или Мустанг. Поддерживаешь ли ты мою идею с Мустангом, чтобы сделать из него кабрик. Мне кажется, он бы спросом вообще диком пользовался. Я бы брал и катался на нём вообще с кайфом, вот. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ставь колокольчик, чтобы всегда смотреть их первыми и никогда не пропускать. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.